Юридическая защита выжившему в Аркан-Киргенской трагедии рядовому Челлаху обеспечена. Его интересы в суде будет представлять адвокат с 30-летним стажем работы во внутренних органах. Об этом сегодня на пресс-конференции в Алматы заявила мать солдата. Несколько недель родители Владислава собирали деньги, искали подходящего юриста. Участвовать в процессе и защищать его почти никто не соглашался. И вот Туллиген Ессанович, теперь адвокат, он может многое пояснить по этому делу. Туллиген Дерлико Жанов сразу дал понять, комментировать он ничего не будет до окончания процесса. Свою точку зрения на причастность или непричастность рядового к смерти 14 пограничников и егеря также посчитал нужным оставить в тайне. Однако заявил, если он увидит нарушения в ходе проведенных экспертиз, то будет настаивать на повторном их проведении. Дерлико Жанов занимается юридической практикой. Начал 4 года назад, когда ушел в отставку в Министерстве внутренних дел Казахстана. Последние 4 года занимаюсь адвокатской деятельностью, поскольку нахожусь на заслуженной отдыхе. Что касается второго праздника, я уже озвучил. После того, как я ознакомился с материалом головного дела, когда можно сделать какие-то прогнозы. А дела у вас какие-то были? Были. Были дела подобные? Были, были дела. Напомню, в ночь с 27 на 28 мая на Казахстан-Китайской границе была сожжена пограничная застава Аркан-Кирген. Среди развалин удалось найти тела 14 пограничников. Некоторые, правда, до сих пор не опознаны, а также егерь. Его дом находился неподалеку от места трагедии. Спустя несколько дней военные нашли единственного выжившего участника тех событий, Владислава Челоха. Сейчас следствие ведет расследование и называет рядового главным подозреваемым. В интернете появилось видео с признательными показаниями Челоха, однако общественности родные Владислава до сих пор не верят в его виновность.